Над Израилем нависла угроза сильнейшего землетрясения. Сейсмологи и спасатели бьют тревогу. Страна не готова к такому стихийному бедствию. Правительство принимает срочные меры и одновременно с этим признает, что время упущено. Все подробности мы узнаем от Сергея Оуслендера. Вдоль всего сирийско-африканского разлома идут непрерывные подземные толчки. Пока небольшой силы, но в городах израильского севера они ощущаются довольно отчетливо. Это, как считают специалисты, предвестники более серьезных событий. В зоне вероятного поражения миллионы людей и несколько крупных городов, в том числе Хайфа, с многочисленными опасными производствами. Мы совместно с министром финансов и министром обороны готовим пакетную многолетнюю программу по решению проблемы землетрясений. Уже был сделан важный шаг с программой сейсмого укрепления, но, конечно же, существует потребность в дополнительных мерах. Это очень дорого стоит, необходимо распределить расходы на годы, но в ближайшие дни план будет представлен на рассмотрение правительства. Планы это, конечно, хорошо, но сейсмологи говорят, времени нет. Крупное землетрясение может случиться в любой момент, а страна не готова. Много лет, занимаясь укреплением армии и границ, в Израиле просто забыли об этой угрозе. Теперь природа напомнила о себе. Несколько десятков тысяч зданий не переживут. Подземный толчок силой больше шести баллов. Речь идет буквально о всех сооружениях, построенных до начала 80-х. Поэтому строились дешевые, быстрые проекты, которые не строились по сейсмическим стандартам и которые строились из дешевых материалов. Это вторая проблема, которые просто имеют срок годности, скажем так, и это здания, которые рассчитаны, скажем, на 70-80 лет. И поэтому сегодня они находятся уже на завершении своей карьеры. И нельзя сказать, что ничего не делают. Служба тыла, это аналог МЧС, регулярно проводит учения. Спасатели обучены и имеют опыт работы в разных регионах мира. Введен в действие специальный проект укрепления домов на случай землетрясения. Старые здания стараются сносить и на их месте строить новые, уже по современным стандартам. Но времени катастрофически не хватает. Для полного завершения этих программ нужно как минимум 10 лет. По статистике, крупные землетрясения в этих районах происходят примерно один раз в 100 лет. Последнее было в 1927 году. Тогда были зафиксированы крупные разрушения. В Иерусалиме, Твери, Цфате и других городах были и человеческие жертвы. Когда будет следующее, никто предсказать не может. Таких технологий нет. Может быть завтра, а может быть через 15 лет. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.